Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, по многочисленным просьбам мы с вами гадаем на 36 картах. Скажу вам честно, я купила в этом году большое количество 36 карт. Карт была в городе Киеве. Может быть, кто-то еще не смотрел, когда мы путешествовали летом и были по святым местам, ездили, проходили сильнейшие чистки. Тот, кто у меня в работе был. И там я приобрела определенное количество карт. Вот эти карты я купила в Швейцарии в этом году. Эти на Кавказе, в городе Пятигорске. Вот эти две колоды, это город Киев. И еще у меня есть карты, но мы на них погадаем немножко позже. Вы сейчас должны будете определиться, какую колоду вы хотите загадать, на какого человека посмотреть. Мы с вами будем сегодня гадать на королей, на наших прекрасных мужчин, замечательных. Ну, конечно же, мужчины дорогие могут, конечно, подстраивать под себя ситуацию. Все-таки я гадать буду больше для женщин, потому что их гораздо больше у меня на канале. И, естественно, я хотела бы доставить для милых женщин вот такое вот удовольствие погадать на четырех королей. Каждая колода у нас будет за конкретного короля нести ответственность. И будут помогать нам карты Таро, тоже Грувьер. Эту колоду прекрасную я купила в Швейцарии. Это деревня Грувьер, где изготавливают сыр и шоколад. Здесь только старшие арканы. Это будет последняя завершающая карта, как подсказка идти. Итак, сейчас вы загадываете на определенного короля, вернее, на определенную колоду. Ну, а короли здесь будут у нас идти разные. Давайте определимся так. Здесь у нас будет король Буби, здесь король Черви, Треф и король Пик. Чтобы все-таки помимо разных колод были разные короли. Не нужно сейчас думать о том, что какая масть, какого цвета глаза и волосы. Мы сейчас абстрактно к этому подходим. То есть, король, загадывайте абсолютно любое. Можно на любую масть загадывать, потому что у нас разные все-таки колоды. Итак, значит, еще раз повторяю. Первая колода, на которой мы сегодня будем гадать, это из Швейцарии. Вот такая вот универсальная колода, 36 карт. Вторая колода, это на Кавказе приобреталась. Очень интересное качество, бесподобное просто, вот этой колоды. Дальше у нас колода. Вот такая интересная, веселенькая колода. Это с Украины, с города Киева. И это тоже с Украины, с города Киева. Это классическая. А это у нас 200-летие великого писателя Гоголя посвящается. Так, ну это у нас такая брошюрка, рекламка. Мы ее убираем. Итак, вот рубашечками вверх я положила. Сейчас посмотрите на рубашечки. Я думаю, что вы сейчас делаете правильный выбор. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что вы выбрали уже для себя колоду, которая на вас смотрит. Итак, мы начинаем. Первая, вторая, третья, четвертая колоды. Мы сейчас лишние колоды убираем. Так. И начинаем смотреть с первой колоды. Ищем бубнового короля. Итак, 36 картей. Четырех мастей. Скажите всю правду. Что было, есть, будет. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. 36 картей. Четырех мастей. Скажите всю правду. Что было, есть, будет. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. 36 картей. Четырех мастей. Скажите всю правду. Что было, есть, будет. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Итак, мы сейчас с вами будем искать короля Бубин. Так, а где же наш король? Очень интересная история. Ну-ка, давайте, может быть, я просмотрела. Вот он наш король, но почему-то я его как-то просмотрела. Бывает и такое, но это уже сигнал, даже порой, когда ко мне обращаются клиенты, да, и когда я первую карту не могу с первого раза найти, это уже говорит о том, что человек прячется, закрывается, то, что он не хочет, чтобы о нем знали. Или вот, знаете, или его порой что-то закрывает, вот бывает и такое. Либо человек сам не хочет, чтобы о нем знали, либо его порченные дела какие-то закрывают. Поэтому сейчас мы посмотрим, что у него вообще происходит в жизни. На сердце, под сердцем, прошлое, будущее, в голове, в ногах. С левой стороны у нас всегда прошлое, с правой стороны будущее. Вот так вот. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Итак, давайте смотреть, что у нас здесь происходит с королем. Давайте, наверное, сразу же уже откроем. Под сердцем, на сердце, чем дело закончится, чем сердце успокоится. Вот так вот положим карты и будем смотреть. Немножечко. Вот так. Итак, давайте посмотрим по прошлым событиям. Что у этого человека вообще? Я могу вам сказать, что человек недавно перенес какой-то очень сильный удар. Вы видите, пика и вниз. Это большой-большой удар. Удар был очень, знаете, вот, либо это молодой человек, вот почему-то мне больше идет информация из-за молодого человека. Может быть, у вашего короля есть сын или брат, или, может быть, вот какой-то родственник, да, который моложе его, и он принес какие-то неприятности. Это, знаете, как хлопчик или хлопоты. Может быть, хлопотал за этого человека. Но здесь еще появляется король, да, король червей. Это может быть его и друг, в общем-то, который давал советы, или, знаете, как придерживал вот этого вот парня. Может быть, проблемы какие-то из-за парня были, и вот эти вот два друга решали эти проблемы. Ну, неприятности с этим мальчиком. Может быть, он плохо учится. Может быть, в дурную компанию попал, в какое-то влияние. И вот эти вот удары он претерпевал. Но я так думаю, что только, может быть, родной, близкий человек, это из-за сына, из-за брата, из-за кого-то он мог претерпевать какие-то неприятности. Какой-то удар был получен. Как, знаете, за спиной вот что-то неприятное. Думал он, знаете, в мыслях, в голове. Вы смотрите. Во-первых, ему нужны были деньги. Финансы. Туз Бубин говорит о том, что ему нужны были для решения его вопросов деньги какие-то. Думал он о свидании, о свидании, о денежном свидании, о том, что он получит эти деньги и получит от этого удовлетворение, счастье и радость, чтобы решить вот эту вот проблему. Ему нужно было какие-то достать деньги. Но так как эти карты идут в голове, посмотрите, они все в голове, это только мысли. Ну, как говорится, мысль-форма, оно бывает, что исполняется. Он думал, где на эти деньги, с кем нужно встретиться, с кем нужно поговорить, чтобы решить вот эти вопросы. Возможно, даже, знаете, здесь так получается, что они решали с другом, может быть, это сын друга, или вот какой-то вот, потому что, видите, червовое, также идёт у нас свидание, может быть, встреча с этим мужчиной, червовым королём, и решение вот этих вот проблем. Нужно было достать какую-то сумму денег. Возможно, этот парень вляпался в какую-то ситуацию, и нужно было погасить, может быть, кредитная история, а может быть, знаете, ещё что-то, ну, нужно было решить вопрос, закрыв финансовую дыру. Это однозначно. Это всё в мыслях. И, конечно же, человек, ему поздняя дорожка выпадает. И опять денежные разговоры. В поздней дорожке он встречается с людьми, разговаривает о деньгах, как их найти, как добыть, чтобы решить вопросы вот этого парня. Сильно об этом он рассказывать не хочет, посвящать этого, никого не хочет в эту историю, потому что, действительно, история довольно-таки малоприятная. И он даже, вот знаете, спиной отвернут к этой истории, он даже не хочет её вспоминать или рассказывать, копаться, ковыряться в этой истории не стоит. Сейчас, на данный момент, что у него в голове? Ну, в голове, опять-таки, какие-то разговоры, казённые разговоры, разговоры, тяжёлые разговоры, хлопоты. Ну, и вы видите, опять эмоциональная карта. Вот человеку нехватка. Вот, знаете, он мечтает о понимании, о спокойной жизни, о теплее. Вот такое впечатление, что у него напряг прошлой жизни был. И вот все карты, черва этой эмоции. Он мечтает о спокойной, благополучной развязке всех событий. Ему не хватает этого. Опять у него неприятный разговор. Он думает о том, что у него состоится неприятный разговор какой-то. Но он надеется, что он решится в хорошую сторону. И он будет удовлетворён решением этого вопроса. Опять-таки, хлопчик, да, или валет, бубен, это хлопоты, это денежные хлопоты, хлопочет о деньгах. Какие-то хлопоты, решает финансовые вопросы с кем-то. Опять-таки, сейчас это в мыслях, то, что он должен сделать. И на чём он стоит. А вот здесь ему поможет дама червей. Если вы себя загадали, как дама червей, значит, это вы. Может быть, он рассчитывает на вас. Если же нет, значит, это другая женщина, на кого он рассчитывает получить деньги. И это на физическом плане. Физический план, то, что можно пощупать, потрогать, на что встать, опереться можно. Вот как раз-таки, он знает и рассчитывает на вот эту даму, что она может помочь финансово, дать деньги. Он заинтересован в этой женщине. Заинтересован именно финансово. Кстати, вот десятка червей тоже этой дамы идёт. Опять-таки, интересы. И такая, знаете, мало того, что интерес. И вы видите, что тут вот раз, два, три десятка, да, четвёртой десяточки я не вижу. Но даже три десятки говорит о том, что он, скорее всего, решит этот вопрос финансовый и завяжет уже эту историю, оставит в покое. Но сейчас он стоит вот именно и думает, что эта женщина поможет ему. Дама Бубин, если вы загадываете себя на даму Бубин, он оставляет на потом. Он сначала хочет свои какие-то вопросы решить, закрыть долги молодого человека или свои какие-то дыры, прорехи, образовавшиеся в связи с этим вот парнем, с этими неприятностями, а потом уже решает дальше какие-то свои уже дела. Смотрите, на будущее что ему выходит? Здесь опять-таки хлопчик, хлопоты, да, червовый. Ну, это приятные хлопоты с официальным лицом. Король, пик, это всегда официально это военный или полицейский или человек при должности, человек в форме, скажем, да, скорее всего, он будет хлопотать, насчет, может быть, и этого парня или там свои какие-то, решать вопросы с должностным лицом, с должностным лицом. И смотрите, об этом он думает, о предстоящей беседе, о предстоящем разговоре, о хлопотах каких-то. Это все очень скоро будет, ранняя дорога у него в ногах выпадает, но девятка, пик, это неприятности, это может быть, знаете, душевная болезнь, переживания, также и слезы, все что угодно, пикой вниз. Он, знаете, он надеется на то, что человек ему поможет, он надеется, но реально человек понимает, что, возможно, на этого человека нельзя рассчитывать. Знаете, он хочет поговорить с должностным лицом, по всей вероятности парень в какую-то неприятную ситуацию влип, и он решает его проблемы. И посмотрите, он подтягивает к себе любых друзей, он понимает, знаете, человек чести, он не хочет сильно-таки обращаться к женщине, вы видите, здесь женщина, которая может финансово помочь, но он хочет все-таки решить вопросы сам, самостоятельно, но вряд ли у него получится решить самостоятельно вопросы. Вот она, женщина с деньгами, она предлагает свои услуги. Если сейчас ваш мужчина не с вами, если это вы, то он сейчас не сможет быть пока что с вами. Вы у него на будущее выпадаете. Ему нужно решить вопросы, и он будет пользоваться услугами этой женщины однозначно. На будущее, карты на будущее, в ранней дорожке встреча с дамой, Бобновой в казенном доме. Что это значит? Возможно, вы с ним работаете вместе. Казенный дом, если вот это вы, как две половинки, Бобновый король, Бобновая дама. Это может быть вы и на работе сотрудники, может быть, еще каким-то образом вы где-то увидите. Именно в казенном доме будет встреча очень скоро, при ранней дорожке. Но, во всяком случае, вот если смотреть в общем раскладе на этого короля, пока что нет, не испытывает он ни к одной из дам, серьезных каких-то намерений, нет у него серьезных планов ни на кого, абсолютно, потому что он загружен своими проблемами. Под сердцем у него семерка. Крести это, конечно же, неприятная встреча, неприятная, ему придется с кем-то встретиться, хотя ему это не хочется. Это может быть и тот же человек казенный, да, может быть, какие-то вот хлопоты, может быть, опять-таки, вы видите, Крести может быть, с этим хлопцем решать проблемы. На сердце у него неприятный разговор, неприятная восьмерка, пик, это неприятно. Он сейчас в каком-то подавленном состоянии, этот мужчина. Чем дело закончится? Вот смотрите, король Крести возможно поможет, протянет руку помощи, какой-то друг ему поможет. И чем сердце успокоится, девятка Крести. Девятка Крести это любовь к крестовым, ну, крестовой дамы я здесь не вижу в раскладе. Это может быть любовь, интерес, возможно, все-таки, я подозреваю, что это все-таки сын, потому что до такой степени быть поглощенным решением вопроса какого-то хлопца чужого, я не думаю, чтобы этот человек решал. Наверняка он решает проблемы своего сына и он успокоится, хоть это будет неприятная встреча, неприятный разговор, но он как ответственный мужчина, ответственный отец, он будет его проблемы решать, неприятный будет разговор, воспитанием займется, поэтому сейчас он полностью поглощен вот именно вот в такую вот сферу, но такая депрессивность присутствует, но он решит все вопросы однозначно. я вижу карта очень-очень такая открытая идет, если посмотреть здесь наряду с темными картами светлых достаточное количество карт, и на будущее он все равно рассматривает вот эту даму, уже начать с чистого листа, то есть решить все свои проблемы и только потом уже разбираться с вот этой дамочкой. давайте теперь мы посмотрим еще карты, возьмем такие чудесные второ только старшие арканы у нас здесь карта советчик конкретно вам милые мои девушки женщины так, ну тут вы видите разрушенная башня, видите эту карту разрушенная башня, пока что все планы вашей мечты, о которых вы думаете или напланировали, пока что это несбыточно, пока нужно немножечко время потерпеть, пока что переждите это событие, да и видите по картам сейчас вот не получается у вас с ним сойтись, нужно время, пока что нужно ломать стереотипы и смотреть на ситуацию немножечко под другим углом, так, давайте теперь мы уберем эти карты и возьмем другую колоду и сделаем второй расклад так, все убираем так, расклад номер два кто загадывал вот на эту колоду очень качественно это даже не бумага а больше как на пластик какой-то похожий чудесная колода вот тут тут конечно тут я и не выбрала здесь у нас помимо этих карт смотрите еще новая сейчас уберу конечно двойки и все остальные но пишите в комментариях если хотите гадать на вот таких колодах с двойками с четверками совсем абсолютно можно погадать и с ними потому что я знаю значение абсолютно всех карт если вдруг решите пишите в комментариях и будем гадать на всех этих картах так, сейчас мы оставим 36 карт чтобы гадания были равноценные новые абсолютно колоды 36 картей 4 мастей скажите всю правду что было есть будет чем дело закончится чем сердце успокоится 36 картей 4 мастей скажите всю правду что было есть будет чем дело закончится чем сердце успокоится 36 картей 4 мастей скажите всю правду что было есть будет Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Итак, давайте смотреть. Ищем короля червей. Джокеров мы тоже отбрасываем. Посмотрите, король червей вышел очень быстро, очень сразу. Между семеркой и шестеркой червей. И, знаете, он чувствует себя в своей тарелке. Ранняя дорожка, его же встречи чьи-то. Очень себя чувствует комфортно, очень прекрасно. И ничего абсолютно не скрывает. Он не закрытый, открытый человек. Абсолютно вышел очень-очень быстро. Давайте еще раз хорошенечко потасуем карты. Сейчас будем смотреть. На сердце, под сердцем. Прошлое, будущее, в голове, в ногах. Так, прошлое. Прямо четко. Так, я уже выкладываю, как в картах Таро. Немножечко модифицировала карты Таро. В голове. Так. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Карты новые еще не работало. На них сейчас первый раз мы с ними работаем. Так. Под сердцем. На сердце. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Ну что ж. Давайте смотреть. По прошлым событиям. Ну тут у него прям, посмотрите. Три дамы выскочили. Король такой, я могу сказать. Прямо окружен дамами. По прошлым, ну всегда в 36 картах дамопик у меня, во всяком случае, в раскладе обозначает порченное дело. Вот оно, порченное дело, но оно осталось позади. Почему? Потому что, скорее всего, или человек чистился, или был уже у кого-то, или вы его чистили, или он ездил по святым местам, окунался. Ну что-то было. Потому что карта порчи остается по прошлому. Либо это женщина-вдова. Черная вдова, либо злая женщина. Это по-разному тоже можно интерпретировать эту карту. Так что подстраивайте ее под свою ситуацию. Давайте смотреть ее, когда мы будем рассматривать. Дама-пик. Были встречи, неприятные разговоры. Говоры, неприятные, может быть, это его бывшая, которая делает козни, строит козни, на него что-то там колдует, что-то его привораживает, или рассорки для него делает. Но она осталась для него в прошлом. Она повернута к нему, она так и хочет его еще вернуть, старается, что-то делает. А он уже не хочет. Он хочет новую жизнь. Не хочет он абсолютно. Он хочет спокойной, светлой жизни. Он открыт миру, открыт абсолютно для всего. В голове он держит двух дамочек. Даму-бубен и даму-черви. То есть, смотрите, думайте, какая вы дама. Даму-бубен он рассматривает именно в казенном доме. Может быть, это вы познакомились с какой-то организацией. Может быть, вы работаете вместе, как правило, такое тоже может быть идти. Это, опять-таки, в голове думает об этой женщине, которая моложе-моложе. Он старше ее однозначно. В ногах, посмотрите, идет туз. Туз. Ну, это может быть как удар, так и выпивка. Вот если бы была рюмка вверх, это была бы выпивка. А у нас идет пика вниз. Это удар. Но он остался в прошлом. Вот как раз-таки и удар, и дама-пик. Знаете, ну, это больше похоже на порченные какие-то дела. Однозначно тут вот что-то. Хотя вот здесь стоит король-бубен. Я все-таки подозреваю, что это вот жалуется. Он жаловался своему другу. И они сидели бухали. Вот просто это как рюмка еще идет. Вот, понимаете, он рассказывал, какая вот эта вот стерва его, бывшая там, или жена, или подружка. И они сидели просто пьянствовали. Вот почему-то я так считаю. Разговаривал, разговаривал об этой женщине, которая может быть на работе у него. А знаете, вот через казенный дом все чаще и чаще у меня сейчас, если я смотрю на 36 картах, еще показывают интернет. Вот Туз Крести, как ни странно, он у меня идет интернетом. Может быть, он познакомился с этой женщиной и рассказывает тоже другу. Друг у него в ногах. Постоянный друг, с которыми они сидят, бухают, рассказывают, разговаривают о женщинах. На данный момент, на сегодняшний момент, вы посмотрите, и наверху красные карты, и внизу карты красные. Человек влюблен, человек говорит о своей любви, мечтает о встрече. Но здесь семерка бубен, это также и финансовая какая-то выгода. Знаете, может быть, разговаривает о деньгах, человек очень любит. Но любовь у него идет вот к этой женщине. Девятка черви, прям под сердцем у него любовь. Прям он полыхает, горит пламенем. Вот оно, сердце дама, крестей, просто не может жить без этой женщины. Может быть, это вы, смотря какую карту вы загадали на себя. Жить не может, любит, хочет, стремится, увидеть, поехать. Разговаривает о деньгах, о деньгах, интересах. Знаете, здесь вот несколько интерпретаций, может быть, это и дом вот этой бубновой дамы, да, и интересы, но нет. Однозначно, здесь финансовые какие-то финансовые дела он решает, разговоры о деньгах. В мыслях он мечтает получить деньги, прибыль какую-то, и чтобы, может быть, даже поехать в какое-то путешествие вот с этой дамой. Дама червей, он просто богатворит. Хотя вот эту женщину не надо сбрасывать счетов. Знаете, может быть, в казенном доме эта женщина, может, это его начальница или что, от которой он зависит финансово. Такое тоже может быть. Но сразу могу вам сказать, эта женщина не ровно дышит к этому королю, потому что все-таки она выпадает в раскладе именно вот как не начальница, а женщина, о которой он думает. Ну, думает по финансам. Больше именно финансовая сфера думает. И интересы денежные, но любовь однозначно к вот этой червовой его. На сердце. На сердце у него поздняя дорога. Дело закончится у него свиданием с червовой дамой. И дело закончится, сердце успокоится. У него девятка червей. Девятка червей. Это у нас, ну, знаете, такой интерес. Интерес все-таки больше казенный, в казенную сторону идет. Может быть, работа. Может, он сейчас меняет работу или устраивается на работу. Или какие-то новые планы, проекты, рабочие моменты у него он решает. То есть, человек достаточно открытый. Он уже хочет забыть старую ситуацию. Начать с чистого листа. Обсуждение финансовых проблем. Любовь к женщине, дамой червей. Смотрите на будущее карты. Давайте смотреть на будущее. Будет какой-то серьезный разговор с дамой червей. Ну, может быть, дама будет свои какие-то претензии предъявлять. По поводу того, что, может быть, чтобы человек меньше работал. Раньше с работы приходил. Или, может быть, женщина ревнует предыдущей. Знаете, вот что-то такое. Хотя человек достаточно честен с этой дамой. На физическом плане, это на то, что можно встать и опереться. У нас идет дом. Вы видите дом червей. Если бы вот так вот, да, выпало сердечко вниз, большая любовь. А у нас идет вот он, дом. Дом, видите, крыша. Вот крышка. Поэтому в доме будет встреча с этой дамой. Будет разговор о финансах с этой дамой. Очень скоро, очень скоро в ранней дорожке это все случится. То есть, это очень-очень быстро и скоро произойдет. Опять какие-то неприятные разговоры. Но здесь неприятные разговоры доставляет вот эта женщина. Если вы все-таки вот эта дама червей, я вам хочу сказать. Человек открыт для вас. И вы его пилите. Не нужно этого делать. Не нужно ревность у себя и его тоже вот куда-то в угол загонять. Не надо этого. Человек честен перед вами. Дальше. Десятка. Видите, пик тоже говорит о том, что это может быть и скандал, и ссора на почве того вот вашего выноса мозга. Выносите вы ему мозг. Не нужно. Мужчины этого не любят. Тем более, те, которые действительно им скрывать нечего. Так что, милые женщины, я предупреждаю, кто выбрал второй расклад. Посмотрите на эту ситуацию немножко по-другому. Не нужно пилить своего мужчину. Давайте сейчас мы посмотрим, что еще карты Таро. Какую подсказку они дадут. Посмотрите, третий аркан. Аркан – это императрица. Ну, это прекрасный аркан. Это плодородие. Это исполнение желаний. Это вот все, что вы говорите. Причем это женщина. Это матриархат. Скорее всего, в ваших отношениях здесь матриархат. Здесь он слушает вас больше. Он и так делает все для вас. И вы получите все, что хотите. Но чем мне еще нравятся вот эти вот карты? Да, они необыкновенные. Здесь очень много смысла, помимо самой карты. То есть классического такого варианта. Вы видите вот эти звезды. Это как будто бы из карты звезды, звезда. Это знаете, как награда. Он вам послан Богом, как награда. И вы ему посланы Богом, как награда за какие-то ожидания, может быть, за что-то еще. И также вот вы видите, женщина, она усмиряет какие-то силы. Она на поводу ведет и вот такое вот чудо-птицу. И еще рядом с ней вот такой вот пень дерева, из которого цветок вырастает. То есть казалось бы, дерево уже спиленное. Вот видите, но из него пошел цветок. То есть где бы она ни прошла, все зацветет. Все прекрасным образом случится. Так что эти ваши отношения, они идут на рост. Не надо спугивать вот это счастье, которое вам свыше дается. Поэтому отнеситесь к этому мужчине с пониманием. Не надо его пилить. Все и так прекрасно. И все у вас прекрасно развивается. И будет все хорошо. Самое главное, сами себе ничего не нарушите. Не уберите, не спугните вот эту вот ситуацию. Прекрасный расклад. Я думаю, что многим это будет как подсказка. И мы сейчас с вами уберем эти карты. И возьмем другие. Итак, третья колода. Кто загадывал третью колоду? Колода из Киева. Чудесная, интереснейшая колода. Тридцать шесть карт. Так, здесь больше. Поэтому я, конечно, сейчас тоже. Это не играная еще колода. И почему такая она прям хорошая колода. Сейчас мы отберем все карты, которые не должны быть в тридцати шести картах. Ну, еще раз повторяю, кому интересно гадание на всех колодах, можете написать мне в комментариях, чтобы я оставляла все карты. И мы можем погадать с вами абсолютно на всех картах. Ну, в данной ситуации сейчас мы лишние. Так, у нас тут что тут было? Пятерка. Так, лишние карты убираем. Вроде бы все отобрала, но если попадется, ничего страшного, мы вытащим. Итак, здесь мы ищем с вами Король Крестей. Тридцать шесть картей. Четырех мастей. Скажите всю правду, что было, есть, будет. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Тридцать шесть картей. Четырех мастей. Скажите всю правду, что было, есть, будет. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Тридцать шесть картей. Четырех мастей. Скажите всю правду, чем дело закончится, чем сердце успокоится. Итак, ищем Король Крестей. Очень интересные карты. А вот наш Король. Смотрите, он у нас выпал, в общем-то, довольно-таки очень рано, поэтому я не могу сказать, что человек закрывается. Абсолютно человек не закрытый. Открытый человек, открытый миру, открытый обществу. И давайте посмотрим, что же тут у нас с ним, с этим прекрасным Королем. На сердце. Под сердцем. Прошлое. Будущее. В голове. В ногах. В прошлом. В голове. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Итак, вы видите, немножко карты не помещаются, ничего страшного. Я буду их брать в руки и вам показывать. Итак, сердце. На сердце. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Давайте смотреть на нашего короля. Выпадает ему одна здесь дамочка. Других дам я не вижу. Значит, смотря на какую даму вы себя загадывали. Но, в любом случае, человек однолюб. Знаете, вот он одного человека, если любит и держит в мыслях, да, и держит. Более такой вот приземленный человек. Он на физическом плане рассматривает женщину. Он реально понимает, что для чего женщина, зачем и как с ней относиться. Знаете, такой реалист больше. Вот по всему раскладу эту видно. Итак, давайте вот по прошлым событиям посмотрим, что у него в прошлом. Знаете, пранедорожки, какие-то встречи, свидания у него. О чем-то он разговаривает. О финансах решает вопросы финансовые. Финансы, разговор. Вот знаете, такое впечатление, что он озабочен получением денег. Может, ему там не выплачивают или еще что-то. Потому что идет казенный дом, и опять поздняя дорожка. Поздно он приходит, и, скорее всего, какие-то денежные разговоры. Ходит и просит деньги. Может быть, не выплачивают ему на работе, не додают. Или за какой-то период времени не доплатили. Потому что разговоры, дороги, все ведут в казенный дом. Девятка Бубин и восьмерка Крести. Говорит о том, что, ну, если смотреть, здесь тоже дама у нас Бубин, да, перекликается. Также это, кстати, может быть и дом этой дамы, что походы к этой дамам. Но почему-то вот казенный дом все-таки я вижу. Я думаю, что это все-таки связано больше с финансами. Что он ходит куда-то, финансы свои, просит, требует или что-то вот так вот. А еще, кстати, знаете что? Вот король Крести, да, козел. Может быть, это его дом, король крестей, да. И деньги он вкладывает в свой дом. Может быть, он ремонт делает или еще что-то. И постоянно ходит, ищет финансы, покупки какие-то. И делает ремонт или что-то вкладывается в дом. Или покупает что-то, мебель. Но все в дом, вот в дом. А еще хочет объединить вот эти дома, дамы. И свой дом он хочет как будто бы объединить. Может быть, потом пригласить эту даму к себе жить. Или это ваш общий дом. Он вот почему-то держит все-таки недаром, да, король Крести, дама, бобин. И тут как два дома идут все-таки. Вот таким вот образом. Еще в ногах опять-таки интересы насчет денег идут. Разговоры, разговоры, рабочие моменты. Обсуждают рабочие моменты. Что-то с домом делает дом. И делал дом других женщин. Я не вижу у него даже по прошлому. Ну, карты никогда не говорят на длительный период. Нет, карты они на ближайшее что-то говорят. Смотрите. Смотрим, что в голове. В голове у нас, смотрите, на данный момент встречи. Дальние, опять поздние дорожки, поздние дорожки. Разговоры о любви. Разговоры о любви. Такое впечатление, что вы с ним сейчас не рядом. Он только с вами переговорится. Может быть, по телефону говорит. Или что, или у вас дальние дистанции. Или может он в командировке, или вы где-то. Потому что разговоры. Разговоры о любви в поздней дорожке. Знаете, все-таки заинтересованность финансовая. Такое впечатление, что он все делает что-то с домом. А с вами переговаривается и мечтает. Хотя вот это червовые. Червовая. Но все-таки здесь червовой дамы нет. Так что я смею предположить, что это именно чувственная карта. И десятка червей. Здесь нет дамы червей. Поэтому это все-таки больше такая, знаете, эмоциональная карта. Сейчас смотрим, что здесь у нас. На чем он стоит. Что физически можно потрогать. Да, давайте все-таки эти карты я вам покажу. Чтобы вы видели. Вы видите семерка бубен. Это такой денежный интерес при поздней дорожке. И семерка червей. Это эмоциональная такой-то разговоры о любви, встречи. Это вот семерка свидания. Может быть свидание какое-то приятное. Но так как рядом дамы нет, я смею предположить, что это все-таки какое-то расстояние дистанции. Поздняя длинная дорога, длинные расстояния. На чем он стоит? А вы знаете, вот сейчас я начинаю понимать, почему здесь нет червовой дамы. Скорее всего, все-таки здесь какая-то червовая. Вот эта дама, это может быть либо его дочь, либо сестра, либо кто-то, которая при нем на физическом плане, и они решают какие-то вопросы вместе. А вы находитесь далеко, вас нет рядом. Но он желает с вами встретиться. Червовый дом, он думает о вас. Знаете, такое впечатление, что вот этот дом, да, дом его и его сестры, или вот кого-то, или вместе, вот один дом, в одном доме они живут, что-то делают. Ну, это родственница, либо сестра, либо дочка, но не жена. Нет, это не жена, это не другая женщина, это однозначно, это однозначно. И тут, смотрите, еще валет, да, такой хлопочет об этой женщине, хлопочет, хлопоты. Любовной я не вижу здесь карты к ней, нет, абсолютно. Хлопочет о ней на физическом плане, она у него рядом. А вы где-то далеко, далеко. Любит вас очень сильно. Любит, мечтает быть в вашем доме, или чтобы вас пригласить в свой дом. Но по каким-то причинам не может. Какая-то вот дистанция разделяет что-то вас, как расстояние какое-то. Разделяет разговоры. Вот, смотрите, и король нарисовался, у этой женщины есть свой мужчина. Может быть, муж или сожитель, да, но есть свой мужчина. Разговоры с ее мужчиной, может быть, это его друг, это жена. Вот как-то так идет. Потому что это женщина, которая рядом с ним, они решают свои вопросы, но это не любовь. Да, это не любовная дама. Не вижу других женщин у него. Думает о червовой. Думает, хочет, любит, хочет, желает червовую даму. Но ее нет рядом. Нет ее. Не знаю. И на будущее нет и не будет пока что. Может быть, действительно какая-то дистанция. Он там, вы тут или где-то. Расстояние однозначное между вами хочет, интересуется. Прям хочет, желает вас. Прям сильно хочет. Чем дело закончится? Королем. Король. У нас идет пик. Король пик. Друг какой-то. Или, знаете, еще это может быть военный. Это может быть при должности. А может быть, у него какие-то судебные сейчас идут разбирательства. Или что, потому что вот, потому что на сердце. Может быть, какие-то дела действительно решаются такие, знаете, казенные дела решаются. Но это однозначно человек в форме. Поэтому, может, юрист какой-то, адвокат, прокурор. Ну, что-то такое идет. Интересы денежные решают. Может быть, действительно идет суд и решается, ну, как там, допустим, выиграть какой-то суд. Вернуть деньги, интересы бубновые. Но также эти интересы затронуты с этой дамой. Вот, знаете, такое ощущение, что они вместе заинтересованы в каком-то выигрышном деле. Интересы. Дома вместе. Ремонт они вместе делают. Вот что-то такая информация идет. Но это не жена, не любовница. У нее есть свой мужчина. Поэтому, вот, нет. А вас в раскладе, если... Потому что это не вы, нет. Это не вы, нет вас в раскладе. Хочет, любит вас, да. Но и вас нет. Вы где-то в другом месте. Давайте на будущее. На будущее опять вот эта вот барышня, она рядом с ним. Родственница какая-то. Рядом с ним. Король червей выпадает. Друг опять. Пьют они вместе, обсуждают. Ну, знаете, вот бывает так, что говорят, ой, да, я не пьющий. Или он там, мой мужчина не пьющий. Да, может быть, не пьют. Но, может быть, так, по пивку или просто чай сидят пьют. Или кофе пьют и разговаривают. Но с каким-то мужчиной обсуждают что-то. Обсуждения какие-то идут. И будет еще встречаться с другом, с мужчиной. Вот мужчин здесь достаточное количество. Но здесь, видите, раз, два, три, четыре короля. Это в раскладе говорит о том, что исполнятся все мечты и желания у этого человека. Все, что он захочет, у него все-все сбудется. И слава Богу, в принципе. Так, смотрите. Далее. Девятка Крести, десятка Крести и валет, хлопчик какой-то, да, Крести. Думает о работе, интересы, рабочие моменты. Крести – это всегда какие-то казенные или рабочие моменты. Думает, интересуется весь в работе. Вот какой-то работяга, трудяга, который, не покладая силы рук, работает. Но много денег не зарабатывает. Знаете, тяжело ему деньги даются. Но он все рационально вкладывает в свой дом. Это да. Хлопочет за какие-то на работе о чем-то хлопоты. Опять эта дама со своими хлопотами ему тоже выпадает. Ну, скажем так, пусто ему впереди насчет женщин. Ни вас не вижу, ни других женщин у него и на будущее нет. Знаете, один бабылем, как был и будет, нет у него такой тяги и интереса, чтобы создать семью. Вот по раскладу, говорю, неплохой человек, да, неплохой. Но если вы хотите за него замуж или думаете, что когда-то это случится, нет, нет, забудьте об этом раз и навсегда. Не вас не возьмет Джону, ни Са, никого не возьмет Джону, голову с ним просто вам заморочат и время вы с ним потеряете. Но мужчины, кто на себя, конечно, загадывал, смотрите, я вам все сказала, можете также писать комментарии. Вот такой расклад был номер три. Давайте сейчас мы посмотрим расклад номер четыре. Сейчас мы берем эти прекрасные карты чудеснейшие. Очень интересная колода. И сейчас мы с вами посмотрим подсказку для третьего расклада. Что нам карты скажут. Так, интересная карта. Карта Солнца. Чудесная карта. Это семейная карта исполнения всех ваших желаний и мечт. Вот смотрите, загадывающий, будь то женщина, которая смотрела на своего короля, или же мужчина, который сейчас на себя смотрел. Ну, карта Солнца, это карта семьи, это карта взаимопонимания, помощи друг другу. Но это карта семьи. Если, милые женщины, вы видите, что это не ваш мужчина, не тратьте на него время. Вас ждет прекрасное будущее, и вы скоро выйдете замуж. Однозначно и будет солнце, и праздник на вашей улице. А, дорогие мои мужчины, это вам как подсказка по этому раскладу. Если вы не собираетесь брать в жены никакую женщину, да, озабоченную своими делами, ну, не морочите тогда голову. Но по раскладу вам говорят, и высшие силы вам подсказывают. Вам нужна семья. И в семье вы приобретете счастье, покой, достаток. Поэтому, ну, думайте, конечно, сами брать в жены вам девушку. Не брать, это решать, конечно же, вам. Но высшие силы подсказку дают, что действительно, эта женщина для вас. И мы сейчас возьмем четвертую колоду Гоголя. А также мы сейчас отберем лишние колоды, потому что колода тоже новая. Я еще на ней не гадала. Гадаем все. Первый раз на этих колодах. Надеюсь, скоро погадаю и на других, потому что карт купила достаточное количество. Ну, вот, все времени нет, хочется и на том, и на том погадать. И также с людьми нужно работать. Времени катастрофически просто не хватает. А время – это драгоценная вещь в жизни. Здесь мы будем искать пикового короля, как правило, человек военный. Ну, вы можете загадывать на любого, на своего мужчину. Самое главное – это колода. Итак, 36 картей, 4 мастей. Скажите всю правду, что было, есть, будет. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Кстати, мужчины тоже можете загадывать на себя. 36 картей, 4 мастей. Скажите всю правду, что было, есть, будет. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. 36 картей, 4 мастей. Скажите всю правду, что было, есть, будет. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. Так, ищем король, пик. Вот он, и смотрите, третья карта с конца. Так, закрывается человек, прячется, не хочет, чтобы мы о нём узнали вообще. Или его закрывают, может быть, его тоже закрывают. Так, смотрим. На сердце, под сердцем. Прошлое, будущее, в голове, в ногах. Очень тоже красивая, очень красивая карта, оригинальная. Так, давайте смотреть, что у нас тут. Так, ещё вот она. Карты. Чем дело закончится, чем сердце успокоится. И сразу же давайте мы их откроем. Так, ну что ж, очень интересная колода и очень интересный расклад получился. По прошлым событиям, сейчас мы посмотрим, что будет. Это у нас будущее и на сегодняшний день. Мысли, физический план и то, что на сердце. Итак, по прошлому. Король пик в своём доме много разговоров, приёмов и встреч проводит. Приглашает к себе людей, разговоров очень много в его доме. Встречи, дороги, свидания, влюблённость в его доме. Приглашает очень много людей. Любовь. Сейчас мы смотрим. Дама червей, вот её свидания, дорожки. Дорожки к ней, она к нему ходит, он к ней ходит. Червовая дама. Здесь идёт дама пик. Ну, я вам говорила, и дама бубен. Посмотрите, сколько дам. Ну, вот эта карта, это всегда или порченное дело, дама пик, да? Или же это женщина, которая желает зла. Это какая-то предательница или ещё кто-то в голове думает. Но в своём доме принимал вот эту вот женщину, и она идёт на будущее. Если вы дама червей, то имейте в виду, скорее всего, всё-таки прослеживается к вам любовь. И девятка червей у него на сердце, под сердцем дальняя дорожка. Может быть, он куда-то собирается далеко поехать, или поздняя дорожка, может быть. А так на сердце держит вашу любовь, любит вас очень сильно. Были простые встречи. Всё начиналось со встреч, с дорожки, но всё переросло в любовь. Сейчас, в данный момент, он вас очень сильно любит. Под сердцем, как я и сказала, поздние дорожки. На сердце у него любовь к вам. Чем сердце успокоится? Это пустые какие-то хлопоты, пусто. Валет, пик, это пусто, пустые какие-то хлопоты. И сердце успокоится разговорами о работе. Работа окрестит, рабочие моменты однозначно. Много говорит, много, знаете, он мне больше напоминает. Вот у него как-то всё у него в доме. Или он в доме работает, или он клиентуру в доме принимает. Что-то в доме у него. Он не просто в доме живёт, а как будто бы в дом к нему приходят какие-то люди. Они обсуждают какие-то дела. По прошлому, опять-таки, смотрите, хлопчик, хлопоты какие-то при поздней дорожке. Поздно к нему приходит постоянно какой-то молодой паренёк. Может быть, это его сын, может быть, это брат, сват или молодой друг. Молодой какой-то паренёк постоянно приходит к нему. Приходил в гости, приходит свидание, разговоры с этим человеком. На сегодняшний день денежные интересы. Также там, может быть, и интересы дамы Бопин. Здесь, вы видите, две дамы всё-таки идут. Но любит он червовую даму. Любовь у него к червовой даме. А вот эта вот женщина, смотрите, нет, любви к этой женщине нет. Может быть, это родственница или сотрудница его, потому что здесь больше вот её карты и свидания в ранней дорожке. Он думает об этом. Также интересы к этой даме, это и финансовые интересы, потому что это Буба, Буба, вы видите карты Бубин. Интересуется с этой женщиной, может быть, действительно по рабочим моментам он с ней общается. Вот какие-то рабочие моменты выясняет. Любви здесь нет, девятка. Если бы была Бубе, я бы сказала, что это не просто так. Здесь волноваться не о чем, только любовь к одной женщине идёт. А это просто из-за материальных, может быть, вместе зарабатывают, может быть, какие-то договора. Но вот эта женщина, она не вхожа к нему в дом. Они разговаривают на нейтральной территории дама Бубин. А вот теперь посмотрите, да, и давайте вот на физическом плане сейчас, на сегодняшний момент, что у него опять-таки разговоры, много разговаривает, много разговоров, переговоры какие-то приятные. Нет, в червовом доме интерес червовой дамы здесь испытывает. Ну, короче говоря, получается, и что дама ходит к этому королю в гости, и король к этой даме ходит. Знаете, вот такие интересы обоюдные. Друг к другу ходят, разговаривают разговоры. И она постоянно, вот при нём, понимаете, при нём эта женщина. Постоянно. Но я не вижу, чтобы объединение пока что было. Но на будущее эту женщину он рассматривает червей. И Буба тоже идёт, дама Бубин идёт на будущее, но она идёт именно как какие-то, может, сделки, финансовые операции. Вот так. Может, это его бухгалтер, понимаете. Может быть, и так. В ногах на будущее у него идёт король червей. А вот интересно, да, может быть, это варшня замужняя женщина. Вот, может, это её король, да, её вот муж, может быть, запросто, может быть, он любит замужнюю женщину. Но он знает этого человека. Или же бывший человек. Но это каким-то образом они знакомы. Может, это друг или ещё кто-то идёт. Ну, как возможный вариант. А может быть, это его друг, да. И они обсуждают опять-таки финансы. Потому что Бубновая, здесь денежная карта, туз Бубин, это большие деньги, знаете. Это вот как туз Пентакли возьмём, да. А может быть, это всё происходит в доме на территорию дамы Бубин. Потому что к себе даму Бубин он не приглашает. А вот к ней, может быть, даже вот с этим королём они ходят. Но это не любовь. Нет, какие-то деловые отношения. Вот деловые с этой женщиной. Приближает к себе даму червей. Хочет быть, любит, обожает эту даму. Теперь мы подобрались вот к этой вот даме Пик. Женщина, которая палки в колёса просто вставляет. Делает порчи, рассорки, неприятности. От неё постоянно можно ждать. Валет Бубин, я могу сказать, что он хлопой. Знаете, хлопоты по поводу этой женщины, или из-за этой женщины, он воспринимает в шутку. Понимаете, если она что-то магичит на полную катушку, то он воспринимает просто в шутку. Если даже вы говорите, ну посмотри на неё, она же делает гадости, она же там ещё что-то. Он смеётся и говорит глупости. Всё это, я в это не верю. Ты забудь, нет этого. Ну вот так вот. Но от неё исходит однозначно негатив. Однозначно её нужно опасаться. И давайте сейчас посмотрим карты Тару. Посмотрим подсказку, что нам карты скажут. Что вам делать? Ух ты ж! Посмотрите, колесо фортуны выпало. Десятый старший аркан. Чудесная карта. Могу сказать, что этот человек вам по судьбе, и вы ему по судьбе. И всё у вас будет прекрасно. Как бы кто ни хотел вмешиваться в ваши отношения, у вас просто будет замечательная история. И вы друг другу, вы созданы друг для друга. У вас все желания ваши исполнятся. Всё у вас будет просто замечательно. Вот такой вот прекрасный расклад. Вот такая прекрасная жирная точка в конце этого гадания. Я надеюсь, вам понравились эти расклады. И надеюсь, они были вам полезны. Пишите в комментариях, какие бы расклады вы ещё хотели увидеть на моём канале. Я с удовольствием для вас их сделаю. Ну, а кто хочет записаться на личный приём ко мне, вайбер, ватсап, в описании к этому видео вы найдёте. Пишите, смс звонить не нужно. Звонки не принимаются. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!